добрый день уважаемые зрители канала russia.ru меня зовут ксения соколянская вы смотрите программу звездное интервью и сегодня у меня в гостях телеведущий таир мамедов добрый день добрый день ксения я помню спасибо большое что пришел я хотел спросить в качестве кого мы тебя представляем как ведущего канала mtv сейчас это основная твоя какая-то должностная ипостась я честно говоря вот всегда тоже думал как себя вот обозвать там вот в биографии на думал актер или сценаристы или юморист врач врач ведущий там психолог а потом подсмотрел у по-моему николая фамика не написано было шоумен я подумал как круто можно все делать можно картины рисовать можно записывать шоумен вот мне нравится такое американское слово вроде бы обо всем и вроде ни о чем а что ты делаешь как шоу-мэн расскажи просто его делаешь шоу 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 но я честно говоря я всегда занимался сразу нескими проектами никогда не брался за что-то одно мой предыдущий гость сказал мне что в москве невозможно выжить если ты делаешь что-то одно это просто год оси был я тоже не то что всеми говорили типа люди ну надо чем-то днем сконцентрироваться что сделать это до конца конечно только так во всем будешь по чуть-чуть и так вот ничего не доделаешь а потом прочитал какую-то книжку умного психолога который сказал что именно как раз ки творческим людям для более эффективно работа нужно переключаться с делом на дел на это вот сегодня ты снимаешь клип например завтра ведешь свадьбу а послезавтра монтируешь да и поэтому старайся как-то заниматься несколькими делами сейчас тоже как бы мою шоуменовская как бы вот действие заключает несколько в общем этапов есть проект наверно уже ваши зрители про него точно знают спасибо стендап проект который делают мои друзья но но новое модное шоу я чем могу помогаю ребятам тебе написали текст на бумажке ты сейчас должен достать так развернуть проект заходи ищите нашу группу в социальных сетях да но на самом деле кто знает тот знает кто нет я думаю со временем об этом узнает все отработал айпад за это пообещали если бы да нет нет вас за интервью пообещали с тобой нет мне просто обещали iphone перепрошить я вообще не умею не разбирать в этом но есть люди которые понимают вот еще я сейчас вот увлекся мне очень понравилось скрипмейкерство я снял несколько клипов для своего друга и еще там для друзей-друзей вот мне понравилось это тоже интересный творчество сейчас этим увлекаюсь ну еще что ты умалчиваешь о проектах телеканала mtv на самом деле настолько да вот проблем на самом деле многих проектов ты отснялся в них вот две недели не вылезал из студии и потом прошло четыре месяца тоже забыл про эти проекта зрители рукой сняла до зрителей только по телевизор видит вот видите а вчера тут нашел я же это январе снимался да было такое я мы про закончили же съемки два проекта мтв первый проект это love машина классная с викторией бонни всегда мечтал сделать что-то с викторией бонни вот хоть что ну да как бы там не все как бы попадает в кадр в общем и вот и такой интересный проект мы тоже вот оценили первый сезон сейчас как бы вот может будет 2 какое-то разнообразием там поедем другие города на мой другой машине на другой машине другие города и вот проект еще один более мне как даже еще вовлечено которая был любой спиро взглядов который не только ведущим выступил но и креативным продюсером да сейчас похвастаться могу дали как-то по рекламированию придумал этот оригинальный формат которого никогда не было нигде я проснулся давид подумал а почему бы не сделать так вот на самом деле нет идея кстати очень смелый идея сам думал почему никто не делать либо спиро взгляда идея родилась самого канала с 80-го года видимо да вот и дальше у детей которые сейчас продюсеры канала mtv у них родилась идея это передачи восстановить они выяснили что вроде бы все умерли поэтому покупать не надо да все умерли бы уже переженились как бы уже не нужна передача и в общем мы сделали формат его как-то адаптировали я выступил креативно продюсером в этом шоу вот в продакшне который это делал ну и в целом тоже мы отсняли вот целых 40 любовь из первого взгляда это 240 человек мы попытались соединитесь хотя бы парочку из них что-то у них получится то значит не зря все это было ну то есть ты хочешь сказать что все честно очень что люди действительно приходят искать свои вторые половинки и они просто поплясать там выступ bluewide или горы кто-то приходит по при сад глуша папа просто побывать на телике но если люди которые действительно приходят на кастинге прямо мыджет вы на он действительно найдете настоящую пару и вот есть ну мамбару мне не помогла пожалуйста найдите мне ну да но не скажу что половину но какой-то процент людей мне кажется находят свои должна есть маха может быть и даже не так может быть он пришел на съемки никого не видел но там где-то за кулисами там куда администратор шай познакомился или там гример шай и как-то с ней что-то получилось все но главное что передачи как бы вот она притягивает как магнит вот это все романтику тебе было интерес что секс тебе было интересно не было интересно во первых потому что действительно как многие ровесники мои помним оригинал и мне как-то я как рассмотрела в детстве я даже не то что не мог представить что буду вести я думал вау круто вообще телевизор вот и во первых было круто провести это но и в целом достаточно интересно мне было смотреть на что многие люди готовы да люди ради чеславе или ради каких-то своих целей расскажи мне что тебя удивило потому что я видела несколько эфиров но как-то люди там которые ходят по стеклу ну как бы на ходят и ходят но я думаю что там должна была быть какая-то жесть когда ты просто за голову хватаешься думаешь черт возьми было на самом деле мы когда пытались разнообразить оригинальный формат который был во первых короче да он был такой в те времена еще очень такой консервативный лохенький конечно он был хорошим и пересмотрели на самом деле сейчас вы даже 90-х годов передачи сможет интересно там люди совсем другие не такие там немножко в свитерах такие эмоционально постарше даже старше такие да серьезно у вас был кстати взрослой цен какой-то ну не меньше 18 как бы мы конечно да было пару девочек которые пытались проскочить наш кастинг с мамин паспортом да но мы как бы пересекли и выгода брать формат отразнообразить мы подумали что надел что-то современное модное дародио с такой опять-таки совместно с каналом идеи вот сделать третье свидание где мы задаем вопрос если они отвечают неправильно должны раздеться таком подумали внести интеллектуальный эротический элемент ну мы как бы рассчитывали ну там кто из шести человек но 12 как бы ответить неправильно разденутся такой вот легкий пикантность еще даже сомневались думаю может кто-то будет нет не буду раздеваться и у нас если обратить внимание последние 30 передач 6 из 6 все голые все голые и вот самое смущающее что не больше смущало что иногда парни зачем-то раздевались полностью вот там было на что посмотреть я поэтому отворачивался но ты рада как то есть у меня вот какие то есть кадры навсегда в моей жизни у меня в голове будут запечатлены вот эти голые попы вот эти какие-то темы вы были люди которые знали правильный ответ но все равно говорили неправильно только будешь раздеться мне кажется бессознательно да но мы со временем устали вопросы делал такие ну как сказать на которые сложно ответить правильно специально не знаем то чтобы специально ну если уж но и не то чтобы случайно конечно да но в целом в общем люди охотно раздевается мне это приятно с одной стороны удивил с другой стороны заставил задуматься люди как бы готовы открыться я прочитала в википедии что ты атеист это правда честно говоря то ради раз заглянул в википедии там чем как-то был написан не знаю как сейчас что еще ты был не первой строчкой да 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 что причем там не то что атеист а не признает ни одну из существующих религий не придерживается ни одного вероиспредания ну да ну на самом деле действительно я не придерживаюсь никакого вероиспредания никакой религии не отношусь серьезно вот почему как-то жизненный опыт как-то мне в не нравились детстве это я знаете на улице раздавали всякие книжки свидетели иеговы мне книжки очень красиво очень красиво там очень красивые картинки там было все нарисовано такими красками аквариуме расслабилось чисто визуально у тебя деньги не просили потом после этого пожертвовать нет и вроде даже не приставали каменьки мужчины там нет все нормально было но честно говоря как-то мне нравилось но я считал и как-то воспринимал это как какой-то несерьезный вечер как-то не знаю не знаю мне кажется вот в двадцать первом веке с человек которого не за видел айфон и фотографии со спутника хаббл как-то еще не знаю велигиям еще раз про бога можно говорить но вот знаешь религия как-то испортил репутацию богу поэтому я верю в науку верю в любовь верю в классный такой науки а ты не допускаешь возможности просто очень многих людей в более каком-то сознательном возрасте просыпается вот это возможно да я как бы не не говорю что я полностью с вашей личностью а как бы меняюсь и даже как меня есть последнее время динамично что даже замечаю сам эти процессы в себе этом я не такой как там пять лет назад три года назад наверняка через несколько лет я тоже что-то новое открою возможно когда-то я буду также сидеть убеждать интервью вера может быть тебя на ком там федеральном канале уже сидящих своим шоу в прямом эфире убеждать что как бы бог в каждом из нас и это совсем другое но пока вот на данный момент не верю отношусь ну все-таки на нас иронией вот про федеральные телеканалы тебе удалось поработать на многих каналов скажи какая-то разница между большая разница конечно беда федеральным и и не федеральную но на самом деле у нас нет такого четкого разделения там как вот за рубежом федеральный канал и кабельный да у нас все смотрят ну конечно есть чем канал круче тем принципе действительно круче у него и принципе продакшен и весь антураж условно на комнат канале ты в одной комнатке там с восьми людьми как-то там переодеваешься как-то неловко выбегаешь сам все микрофон цепляешь а где-то у тебя персональная гримерка тебе из ресторана заказывают виду у нас персональная гримерка мы повесили тебе микрофон то есть ну да мы на уровне то есть да то есть как бы если какие-то места в которых себя даже неловко чувствуешь как будто даже не знаю место даже как-то чересчур уж слишком уж слишком и думаешь как-то неужели это все это четыре чаковка меня там гримеру и другой красит но это редко бывает в основном восьмером 1 грамм все сам ну как-то да но в целом как бы творчество не должно как бы останавливать такие моменты если что можно самому микрофон прицепить и сам себя накрасить можно там и вообще не красить можно конечно можно сам рак нажал сам себе вопрос задал сам снял смонтировал скажи пожалуйста если бы ты мог заниматься абсолютно всем чем бы ты хотел чтобы это было за дело одно дело ну три хитриде хорошо нет это могу сказать я на самом деле вот сегодня на пресс посмотрел выложили все не видео в интернете питер джексон который снимал власти линка лет сейчас снимает хоббита и он теперь решил выкладывать видеоблог прямо со съемочной площадке кусочек с кусочком все они выложили вот первый кусок как они готовили к фильму и вот как и начали снимать и я посмотрел подумал что как круто снимать кино в голливуде это такая бригада из 500 человек у них какой-то там ритуальный танец начальник танцевали все перед началом церемонии в новой зеландии там то есть это он такую речь скал напутственную ты понимаешь там куча профессионалов гримеры костюмера и ты думаешь что это конечно творчески реализоваться если и лизоваться творчески вот какому человеку то конечно кино это такой способ максимально выразить все свои эмоции и музыка и картинка и драматургии актерская то есть конечно вот когда им срежиссировать большое кино которое бы понравилось не только моим друзьям и маме было бы круто а то есть вот с твоим киноопытом была именно такая ситуация нет достаточно скромный киноопыт поэтому я даже не как-то и не говорю а почему ты не говоришь ты же писал сценарий да мы писали снайд был наш первая попытка мы писали сценарий как бы сняли кино какие-то там моменты конечно есть которые мы там довольны какие-то недовольны был полезный опыт я вообще о нем нисколько не жалею то очень приятная работа ну и кстати опять таки моим друзьям и маме понравилось скажи пожалуйста самые важные для тебя человеческие качества в окружающих и в себе какой сложный простой вопрос ну адекватность 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 в принципе включает в себя ну да на самом деле ты как ну как это не можно каждый писать какой-то список качеств но как-то вот общаясь с чеком сразу понимаешься как бы с ним норма комфортно сейчас или нет бывает что и начале цех недооцениваешь потом а то есть у тебя не было каких-то диких разочарований каких разочарования были но диких очарований не было сразу не понравился то как бы у меня никогда не было такого что я менял на мнение как ну адекватность ну че искренность честность вот все вот банальные ценности которые в диснеевских мультиках вот показываются вот все это должно быть человеке на самом деле как шрек он должен быть и при этом немножко вот красавица вот и и дай как чудовище немножко благородные такие чтобы они когда пели птички им так садились вот сюда олени подбегали твое отношение к деньгам к деньгам да твое отношение к деньгам монтаж мое отношение к деньгам честно говоря мне повезло так что скважина нет семья в спринципе была как у среднего достатка то есть у нас не было никаких излишеств но принципе все на все хватало и так совпало что у меня вот вовремя уже в институте подвинулся за работа comedy club я как стал зарабатывать и принцами не особо у меня были потребности большие как-то я все время очень все время как-то мои потребности совпадали с твоими доходами да не дни не обгоняют мои мои как бы возможностей к в этом как бы принципе так себе особо ничего не отказывали много не надо я свое время поехал в гуа в 2006 меня вадик галыгин убедил моя первая такая поездка куда-то вот вообще не в турцию я вдруг понял что надо все заработали деньги тратить на путешествие я просто так и делаю часто я бывают уезжаю в январе на весь январь дыхать и знаю что вернусь и никаких денег не будет зато эмоции будут а ты помнишь какой-то самый легкий заработок такой прям самый легкий заработок да наверно был какой-то легкий заработок сейчас надо вспомнить вообще бывает кстати легкие деньги да вот уже к сожалению к счастью да надо бывает на самом деле бывает что ты над там 7 часов вести свадьбу веселить там недовольную невесту а бывает что там надо подъехать там на студию там 10 минут что-то поговорить как бы и принципе все это сделал но были легкие западки на самом деле когда перед предоплата потом срывается мероприятие как бы предоплату не возвращают пожалуй легче не бывает да ну вот бывают но они не так сладки конечно которые добыты потом и кровью на легкие деньги они они легко тратятся эти легкие деньги как бы на что-то ненужное ты фаталист кстати я фаталист мне кажется вообще и последнее время осознал что вокруг меня тоже мои друзья достаточно фаталисты но мои друзья фаталисты так и так оказалось так я просто люди которые общаюсь по большей части такие но честно говоря я верю на самом деле как это громко звучало я верю в любовь к своей работе уже три раза маме к женщине к животным к природе к нашей планете я верю на самом деле в это может это как-то похоже на то что люди говорят о боге это не про бога вот верю в разум людей иногда очень сомневаюсь в нем надо думаю нет все таки не справимся мы не справимся надо какой-нибудь находишь пример вот индивидуальности человека кто-то что-то придумал изобрел сказал думаешь вот есть у нас шанс вот все таки но вот 50-50 знаешь слушай в конец света ты не веришь в связи с какими-то последними плохими событиями до которые в изобилии просто валятся я не верю в конец света но не знаю как бы это не звучало цинично но если он и произойдет то пусть лучше я его вижу лучше уж при мне ну как ну как все же фильм а еще лучше как шоу-мен проведу его да действительно на всех каналах но как бы я не верю в конец света но ну что-то же происходит такое странное но это всегда происходило на самом деле странное ну ну это здорово что происходит странное был бы отстойность и ничего не происходило о мы точно еще миллион летом ничего не угрожают ну и все и сидели блинчиков ряль бы носу в любой момент все может как бы поломаться надо поэтому ценить уважать каждый день ведь это наша жизнь именно она красиво все таир спасибо тебе большое что пришел потрясающее интервью стой надо попрощаться со зрителями дорогие друзья я надеюсь что вам было если не интересно хотя бы смешно всего вам самого хорошего может быть увидимся на следующей неделе спасибо любите друг друга смотрите в интернете отличайте правду от большинства выключите его где у него кнопка все